ДИСКОТЕКИ В этом году Тимати с премией уходит налегке. Ему достается лишь одна тарелочка в номинации «Лучшее видео» за ролик «I'm on you», который он получает не без поддержки своего заграничного коллеги Пи Диди. Так как Диди сейчас жарится под калифорнийским солнышком, Тимати получает награду вместе с режиссером клипа «Вездесущим» Павлом Худяковым и представителем «Заморской звезды». Тимати! Спасибо каналу Муз-ТВ за объективную оценку. Наш клип номер один в этом году. Спасибо всем. Не зря потрудилась в этом году и группа «А-студио». Своими хитами она зарабатывает себе победу в номинации «Лучшая поп-группа». Лучшая поп-группа! И это группа «А-студио»! Помимо желанного приза, Кэти Тапурия получает и поцелуй мэтра российской эстрады «Льва Лещенко». И спасибо огромное! Группа «Звери», собрав у себя дома уже целый сервиз тарелочек в номинации «Лучшая рок-группа», в этом году остается без награды. Поклонники рок-музыки решают порадовать наградой группу «Мумий-тролль». Правда, сами мумики, то ли не поверив услышанным словам, то ли обомлев от счастья, как-то не очень торопятся на сцену. Я думаю, вам надо позвать! Наконец-то они прошли! Надеюсь, что и в этом году мы с вами сможем тоже встречаться. Спасибо большое! До новых встреч! Прорывается к победе и Артур Пирожков в номинации «Прорыв года». Певческое альтер-эго комедианта Александра Оревы получает блестящую тарелочку, обойдя Митю Фомина и группу «Марсель». На самом деле, друзья, это ваша победа! Спасибо! Я люблю тебя, жизнь! Награда за вклад в развитие российской культуры по праву достается Титану отечественной эстрады Иосифу Кобзону. Зал аплодирует стоя. Я люблю тебя снова и снова, свистят они, как пули у виска. Спасибо этим выдающимся людям, которые оказали мне честь и вручили этот приз. Я очень рад. Я дождался этой первой номинации, первой премии на Муз-ТВ. И поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Одна из главных наград премии «Лучший альбом» достается Сергею Лазареву. Получив этот приз, певец доказывает, что не зря пропадал весь год в звукозаписывающей студии. И несмотря на то, что его альбом «Электрик Тач» англоязычный, российскому зрителю он приходится по вкусу. Пять, четыре, три, два, лучший альбом! Сергей Лазарев! Спасибо вам, Муз-ТВ, за это замечательное настроение! Объявление лучшей исполнительницы года, затаив дыхание, ожидают самые популярные дивы отечественного шоу-биза. Хит «Любовь спасет мир» приносит Вере Брежневой «Любовь сотен тысяч зрителей» и победу в этой номинации. Я знаю пароль, я вижу орифир Вера Брежнева! Вера Брежнева! Ребята, спасибо огромное всем, всем, всем. В этом году впервые награда вручается человеку, далекому от мира шоу-бизнеса. Тарелка в номинации «За вклад в жизнь» из рук генерального директора Муза Андрея Димитрова и лучшей исполнительнице года Веры Брежневой достается учредителю благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, более известной как «Доктор Лиза». Спасибо. Самой главной интригой премии Муз-ТВ является то, кому же достанется награда в номинации «Лучший исполнитель». Фан-клубы Сережи Лазарева и Димы Билана вот уже который год меряются силами, лишь бы преподнести своему любимцу блестящую тарелочку и звание лучшего артиста года. На этот раз победителем становится Дима Билан. Фанаты счастливы, а Сергею Лазареву ничего не остается, как грустно хлопать в ладоши. Дима Билан! Церемония закончилась, тарелочки обрели своих героев. Победители отмечают победу, а проигравшие утешаются в надежде поднакопить за грядущий год побольше хитов и добиться награды в следующем году. Юлия Бабурина, ПРО Новости.